Странная бедность. Именно так охарактеризовал Павел Астахов положение дел в Забайкальском крае. И прослеживается эта самая бедность уже во внешнем виде зданий и социальных учреждений. Нет дверных ручек, не хватает мебели, старая сантехника и разбитые окна. Я посмотрел, у вас сейчас стекла здесь меняют в администрации. Может хотя бы эти целые стекла отдать в детские дома? Ну от бедности-то уж отдайте. А то стыдно смотреть, когда составные стекла или разбитые стоят стеклопакеты. Давайте как-то все-таки инвентаризацию проведем, потому что ребенок, который смотрит с утра до вечера на разбитое стекло, потом с такой трещиной жизнь построит себя. Одно из решений проблемы, предложенной Павлом Астаховым в законодательному собранию края, закрепить за каждым детским домом депутатское шефство. Самыми социально неблагополучными не только в Забайкале, но и во всей стране сегодня считаются несовершеннолетние девочки. Аборты, преступность, алкоголизм. 724 беременности малолетних в крае на сегодняшний день против почти 300 в прошлом году. Эти данные диктуют уже необходимость разработки региональной программы по поддержке несовершеннолетних матерей. В крае не хватает и специалистов по работе с социально незащищенными детьми. Инспекторов по делам несовершеннолетних, школьных инспекторов, психологов. Мы это не можем позволить, у нас нет денег на это, на то, на сё. Хорошо, делайте то, что можно делать без денег. Вопрос самоуправления никто не отменял. Вы видели, мы в каждом учебном заведении, где были, в учреждении в каждом детском, спрашивал я, есть самоуправление. Где-то оно есть формально, где-то вообще его нет никакого. Педофилия, детские изнасилования, суициды. Со всеми этими проблемами в Забайкалье нужно усиленно бороться. Результатом поездки уполномоченного по правам ребенка при президенте России станет ряд рекомендаций. На пресс-конференции с журналистами Павел Астахов сообщил, что за дальнейшим развитием ситуации в регионе будет следить он лично и его помощники, а также уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае. Светлана Лисичникова, Максим Удальцов. Время новостей.